Итак, мы продолжаем изучать пертьей Авод. Пертьей Авод – получение отцов. И как раз это для портала Вайкра. Вайкра – это Ивазвал, портал, где есть материал очень хороший в коротком формате. До 18 минут у нас будет урок. Значит, итак, мы находимся, третья мишна. Третья мишна в трактате Авод – получение отцов. Значит, сказал эту мишну Антигнос Ишсохо. Антигнос, его звали, Ишсохо. Он жил в городе Сохо. Ибельми Шимона Цадика. Он получил Тору от Шимона Ацадика. Он был ученик Шимона Ацадика, Шимона Праведника. Сразу стоит обратить внимание на имя этого главы. Это был Наси, глава еврейского народа, самый главный человек. Звали его простым греческим именем Антигнос. То есть это как если бы сейчас звали, например, там, Рава Ильяшева, Зихрона Цадика Левраха, Виталий Ильяшев. Например, Виталий, или там, Владислав, или Вячеслав. То есть это очень интересно, что в то время было настолько сильное греческое влияние, это как раз Александр Матидонский захватил Израиль, когда был Шимона Цадик. И после этого Израиль был под греческим влиянием. И даже самый первый человек его называли Антигнос. Настолько сильное было это греческое влияние. И он говорил такую вещь. Он говорил, это была как бы главная вещь, которая... Почему они сказали каждую именно эту вещь, непонятно. То есть они понятное дело, что он знал всю Тору, и у него было много чего сказать. Но почему в Пертьевуд вошла именно это его высказывание? Есть разные версии. Есть версии, что каждый говорил ту вещь, которую он хотел себе исправить. То есть не та вещь, которая у него была сильная, не та вещь, которую... А именно каждый из них говорил ту вещь, которая для него была зоной роста. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из Мишны, там, где Шамай... Шамай, он сказал... Известно, что Шамай был строгий, правильно? И Шамай, он... Его Мишна в Пертьевуде звучит так, что... Сделать свою Тору постоянной. Говори мало, а делай много. И принимай каждого человека с веселым выражением лица. А известно, что когда к нему пришел неврец, сказал... Научи меня в Сеторе, пока я стою на одной ноге. Он его избил палкой, там, гнал за ним, гнался. То есть он был такой строгий-строгий, все он строжал. А тут он говорит, а всех принимай с хорошим выражением лица. То есть он как бы себе напоминал, ну, каким надо быть. Теперь давайте с этой точки зрения посмотрим на Антигноса Ишсоха. Антигноса Ишсоха нам сказал так. Не будьте как рабы, Альтиюка Авадим, не будьте как рабы. Амишамшим это раб, Альманатли Кабель Прас, который служит... Равус, который служит господину на условии получения награды. Сейчас разберемся, что имеется в виду. А только будьте как рабы. А только будьте как рабы, которые служат господину. Шилу Альманатли Кабель Прас, не для получения награды. Ваеи мурашамая малихэм. И пусть будет страх перед небесами на вас. Значит, что он нам сказал? Первое, ну понятно, будьте как рабы. То есть, в любом случае, будьте как рабы такие или как рабы такие, но будьте как рабы. Это он говорит, что с Богом надо быть как раб. То есть, он, когда выводил евреев из рабства, он говорит, послушайте, вы сейчас здесь рабы, вас уничтожают. Теперь у вас есть выбор быть рабами у меня. Я вас сделаю своими рабами, своими слугами. Рабы это Эвет, который обязан работать. Он не может, у него нет права работать или не работать. Он просто обязан. И интересно, почему евреи, которых... Он вывел то поколение, да, он вывел их из Едипта. И говорит, все, я вам сейчас дам Тору, но вы будете мне рабами. Согласны? Они говорят, на Асэвенешма, сделаем, потом будем слушать. Был интересный момент, это у меня был самый хидуш в Песах, что история с морем, да, седьмой день Песаха. Евреи выходят из Египта, и он, написано в Торе, глава Бешалах, да, и я не поведу вас через землю Плешки, коротким путем, потому что вдруг будет война, и вы захотите вернуться. А поведу я вас длинным путем, и он их начинает вести длинным путем. А потом сразу же берет и фараону, посылает мысль, что надо гнаться за евреями. И фараон собирает войско, и за ними гонится. Так непонятно. Две строчки назад написано, я специально не поведу вас, чтобы не было войны, чтобы вы не испугались и не вернулись. И тут только вы вышли длинным путем. Казалось бы, не должна быть война, должно быть все тихо, мирно. Он сзади шлет войско фараона. Теперь зачем? Шлет он войско фараона, а впереди что? А впереди море. И они говорят, что творится вообще? Как так? Что делать? То есть, ты нас вывел из Египта, чтобы нас в этой пустыне убить. Лучше бы мы в Египте остались. Там кто-то начинает молиться, кто-то собирается воевать с египтянами. Машар-Абейну тоже начинает молиться. И Бог ему говорит, все, хватит молиться, иди в море. И они идут в море. И море перед ними расступается. И когда море перед ними расступилось, они прошли по морю. И вот они, представьте, идут по морю. У них открылась реальность, написано, что последняя служанка в народе Израиля в тот момент поднялась на ступень пророчества выше, чем Ехестель Бенбузи. Ехестель, пророк Ехестель. Он описал Маосе Меркова. Он написал самые высшие уровни, которые уже переходят в вот эту духовную реальность, уже в божественную, где вообще уже ничего не видно, даже пророку. И он заглянул в самый источник всего и описал это. То есть выше него никто не заходил из пророков, ну из последних пророков. Так, а там была последняя служанка, выше по пророчеству, чем он. То есть, а для них открылось все. Они шли и говорят, Зек и Ли, вот Бог мой. То есть, они увидели всю реальность Зек и Ли в Анву. И интересно, что я видел такое объяснение, они сказали, это песнь на море, знаете. Там они как, Аз Яшир Вушей Вне Истроль. Да, тогда запели Моше и сыновья Израиля. И там есть такие слова, Зек и Ли. Зек, когда написано, это они прям пальцем, они увидели, вот Бог мой. Они увидели этого Бога. И сказали они, что в Анву. Анву. Не такого слова. Есть это слово, объясняют двумя, в Талмуде двумя объяснениями. Первое, Анву, я сделаю его как Ной, я украшу мое служение Богу. Но непонятно, что они увидели, они Бога, представьте, они идут через море. Для них открылась вся реальность, они видят всю духовную реальность. И они говорят, вот Бог мой, я украшу его. Как-то не сходится. Поэтому есть другое мнение в Талмуде. Другой мудрец, он говорит, это они сказали, Анву, это сокращение, они, Ву, я и он. То есть они увидели, что они, что человек, Бог создал человеку по образу своему. И человек, когда для него открывается, кто он на самом деле, он и есть отражение Бога. То есть человек, и они, когда они говорят, это Бог мой, Анву, они Ву, это одно и то же. Оказывается, я, это и он. То есть мы одно. Вот это то, что они сказали, Анву. Это прямо написано в Талмуде, такое объяснение. Значит, теперь, и когда они прошли по морю, написано в конце этой песни, что? И сказать, и поверили, написано в Бога, и в Мош, и в его раба. Верни, ну, бэ, ашэм, вэ, бэ, мош, авдо. Поверили они. То есть Бог это сделал специально. Он говорит, я их туда не поведу, будет война, они испугаются. Я лучше их сейчас испугаю сзади. Но я при этом им покажу вообще, как работает система. То есть даже море расступается. Даже они видят, ну, то есть я им все покажу, чтобы они уже поверили. Все, значит, они проходят сквозь море. Дальше надо заходить в землю Израиля. Что они сделали? А, дальше получили Тору, сделали золотого тельца. Значит, Бог хотел уничтожить вредстве народ. Потом оставил их в живых, Моше уговорил. Подходят они к земле Израиля. Это же даже не море. И никто за ними не гонится. И что Мироглим, каких-то 10 разведчиков, говорят, что там какие-то страшные люди. И они тоже про все забыли. Забыли про море, которое расступило. Забыли про все чудеса. Все, нету насил, мы туда не зайдем. Бог говорит, ну все, это уже последняя была капля. То есть эти, после всех этих испытаний, все, что я для них сделал. Они в меня все равно не верят. Значит, я, говорит, уже тогда обратно в пустыню. 40 лет они ходят по пустыне, чтобы вышел новый народ. И 40, тогда он говорит, если их морем нельзя исправить, чтобы они в меня поверили, уже до конца перестали бояться. Тогда я буду 40 лет выращивать. Каждый день будет идти ман. Будем идти медленным путем. Чтобы перестал человек волноваться. И когда говорится, это у меня был Хидуш, седьмой день Песоха. Раф Пинкус, он говорит, что рассечение моря, есть в Талмуде тоже такая история, что рассечение моря, криятиям суф, это как парноса. То есть так же тяжело зарабатывать, как рассечение моря. И он говорит, какая связь между рассечением моря, Красного моря, да? Он не так объясняет. Вообще не так. Он говорит, когда написано, что рассечение моря, как парноса, он как раз это и объясняет. Он говорит, как они тогда, зачем Бог их привел в море, чтобы они перестали бояться. Так же парноса, это ты все время находишься, как перед морем. То есть ты все время боишься, что ее не будет, что что-то не получится. И он говорит, ты не должен бояться. То есть это, вот как они тогда возле моря, иди вперед. И потом 40 лет он водил по пустыне, для того, чтобы приучить еврейский народ, даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог день, даст Бог пищу. Не надо бояться, нужно просто полагаться на Бога и делать свою работу. Не получилось, все равно не натренировал. Все равно каждый день просыпаешься, думаешь, а что ж завтра-то будет. А что ж ты боишься-то? Ты что, за свою жизнь хоть раз, как сказать, человек думает, что он сам все делает. Но это все Бог делает. Все Бог делает каждый день. Хорошо, значит, поэтому антигнос лишь сухой. Это было вступление такое. Он говорит, не будьте как рабы, которые служат для награды. То есть рабами вы по-любому должны быть, потому что мы на работе. То есть Бог вывел, пообещал, вывел из рабства, взял себе в рабы. Народ священникам и блахет кааним, вы обязаны служить Богу и быть народным священником, нести божественное знание всему миру. Все. Так, для этого Бог вывел евреев. Теперь, интересно, что задал вопрос Равдон Иска Кабарбанель. Он говорит, о чем меня должна обязывать клятва моих предков? Это они обещали, я же не обещал. Он говорит, на каком основании я должен сегодня выполнять заповеди, если обещали выполнять заповеди, и рабами стали мои предки. И он говорит, по Талмуду клятва отцов детей не обязывает. Потому что клятва души, как Раши на месте объясняет, что поклялись все души, клятва души тело не обязывает. То есть, это душа, душа служит, я как бы, я это я. Он говорит, нет, есть закон в Тори, по которому обязаны все евреи, которые даже родились вот сегодня, обязаны служить Богу. Какой это закон в Тори? Закон, что раб не может выйти из рабства самостоятельно. Пока его господин не отпустит из рабства, раб, он если даже попытается убежать, он будет беглый раб. Поэтому, если евреи пытаются не служить Богу, то это называется беглый раб. И у него нет права, он не может снять с себя эту обязанность. А почему? Родился в семье раба, значит, ты раб, все, ты нечего, не можешь ты убежать, стать беглым рабом невозможно. То есть, Бог догонит, это весь мир его. Понятно, да, идея? Поэтому съезжать некуда, и поэтому сказал антигнас Ишсахо, не будьте как рабы, которые служат для получения награды, а будьте как рабы, которые служат не для получения награды, и пусть будет страх перед небесами на вас. Теперь, что он говорит. Значит, мы знаем точно, что один из принципов веры, это вера в воздаяние и в наказание. То есть, весь мир работает по принципу, что ты делаешь заповеди, Бог тебе за них платит, он обещал. Ты делаешь преступление, Бог тебя за это наказывает, он обещал. Все, это система, это принцип веры, один из тринадцати принципов веры, вера в награду и в наказание. Награда это вечная жизнь, рай, и здесь все бытовые условия, если написано воавта, это шамала кейха, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой и всеми силами твоими. И что будет? Дам я вам и хлеб, и вино, и оливковое масло, и траву даже для вашего скота, все будет хорошо. То есть, Бог пообещал, это два раза, это декларация, два раза в день мы в Шмай-Исраиле говорим, что Бог нам пообещал награду. И тут Антигна Сышсохов говорит, не будьте как рабы, которые служат для получения награды. А как же я это? Ну, то есть, если я знаю, что положена награда, так что мне? То есть, ты делаешь, и ты по-любому думаешь о получении награды. Теперь, а будьте как те, которые служат не для получения награды. То есть, ты должен служить, потому что это им это, это истина. То есть, это правильно, это так работает мир, Бог создал мир, и правильно ему служить, даже если нет за это награды. Вот так надо служить. Как есть еще одна дальше Мишна в Перте-Вод, которая говорит, что делай его волю, как ты делаешь свою волю, и он тогда будет делать свою волю, как его. То есть, если ты делаешь только то, что он хочет, как написано в Торе, ты становишься с ним, попадаешь с Богом в резонанс, это цадики, да? Цадики, у них нет своих личных желаний, у них нет эго. Они делают только то, что Бог сказал делать. Потом цадик, поэтому с Богом он как бы соединяется, сливается, и потом приходят к цадику и просят, дай браху. Он говорит, все, Бог тебя благословит, все, опа, и у человека там чудеса, выздоравливает, женится. Ну, то есть, так почему? Потому что цадик делает его волю, как свою, чтобы он выполнил твою волю, как его. Но за себя цадик не просит, потому что цадик говорит, я на тебя полагаю, чем мне за себя просить. А за других он просит, почему? Потому что это воля Бога, помогать другим. Понятно, да, как работает? Поэтому браха цадика, благословение, это очень сильная вещь. И она работает. Теперь, значит, что там говорит Антигнес по-простому? Есть известная история, как про Бальшим Това, как он ехал через Турцию в Израиль, и он там, ну, не мог он доехать, да? Как-то вот Бог не хотел, чтобы он приехал, поэтому он туда не доехал. Но в Турции он остановился на Песах в одном доме, и там была семья бездетная. И он, значит, провел у них Песах, говорит, давайте я вас благословлю, что вы хотите. Они говорят, а что нам хотите? У нас все есть, детей нет, но детей у нас уже не будет, мы старые. Он говорит, только Бог знает, будут ли, не будут ли, я вас благословляю, чтобы у вас были дети, и рацион пусть будет воля перед тобой. Есть молитва, она звучит так, пусть будет твоя воля, чтобы было вот так. Но так как Баальшентов, он все время делал волю Бога, то естественно, когда он Бога о чем-то просит, Бог делает. И, значит, Баальшентов стоит, говорит, слышу я голос небесный, что дети-то у вас будут. Но небесный голос объявляет, что за то, что я изменил структуру мироздания, не должно было у вас быть детей. За это я лишаюсь доли в грядущем мире, говорит Баальшентов. Прямо так, только что слышал объявление, и начинает танцевать, радоваться. Они на него смотрят, говорят, ну как, ну вообще, что это? Ну ладно, то, что у нас дети будут, мы верим, ладно. Но говорит, то, что вы радуетесь, что у вас, вас лишили доли в грядущем мире, нам это непонятно, объясните. Он говорит, ну как непонятно. Вот здесь Мишна Пертеявод, в котором антикна Слеш Сухо говорит, что надо служить Богу, как рабы, не ожидая награды. А я всегда знал, что у меня есть награда, то есть я никак не мог эту Мишну выполнить. А сейчас я знаю, что у меня нет награды, я такой счастливый, наконец-то я могу служить от чистого сердца, то есть без всяких, без всяких вообще. Ну вот сейчас я по-настоящему буду служить Богу. И он танцует, радуется, а потом остановился, ему говорят, что случилось? Он говорит, объявили, что мне за такое поведение вернули награду. Вот, теперь и дальше антикна Слеш Сухо предупреждает, что, говорит, но при этом пусть будет страх перед Богом на вас, перед небесами. То есть человек, который так любит Бога, он, как Авраам Авину, есть качество хесед и гвура, и тот, кто сильно любит Бога, и он все старается для Бога, он не обращает внимания на последствия. Иногда могут быть последствия, которые, ну, есть хесед, это когда ты делаешь, не думая о последствиях, и он предупреждает, думая о последствиях. Пусть будет страх перед небесами всегда на тебе, потому что второе качество гвура, гвура, это когда ты боишься, ну, на шаг вперед. Поэтому те, у кого развит хесед, они много делают, но у них много щепки летят. Те, у которых, у них есть гвура, они, как Ицхак был, Авраам, он много делал, но щепки летели. Ишмаэль и так далее. Значит, Ицхак, он все время был в себе, он боялся, чтобы что-то было не так. И, значит, самое правильное качество это Яков Тиферет, Эмет, истина, когда ты точно знаешь, когда, что и где делать, и ты точно знаешь, а точно знать можно только в одном случае, в каком изучать Тору. Потому что человек, когда смотрит на мир, он все равно видит маленький фрагментик, то есть с какого-то одного узкого угла зрения. И только изучая Тору, можно разобраться, как система работает, и получить в этой системе максимально, как бы, правильную, хорошую, духовную жизнь, что я нам и всем вам желаю. Значит, все, на этом мы заканчиваем третью мишну, и переходим к ее исполнению.